Здарова дорогие друзья, с вами Джон Кормилицин, это 63 выпуск CG новостей с новыми обновлениями, событиями и технологиями. Вы пока устраивайтесь поудобнее, а я расскажу, что у нас сегодня в выпуске. Houdini 19, пополнение Blender Foundation, Nuke 13.1, обновление Substance Painter и порция халявы. На эту неделю выпало не так много анонсов, но зато какие они жирнючие и обсуждаемые. Foundry выпустила бета-версию Nuke 13.1, взяли и расширили систему машинного обучения. Hydra Viewer теперь поддерживает систему маков, а самое крутое, добавили ноду Unreal Reader для связи с игровым движком Unreal Engine. Причем система позволяет подключаться и к другим компьютерам по сети. Только есть огромный минус, пятый Unreal пока не поддерживается, но его обязательно добавят к релизу. Помимо этого подключили 5 новых софт-эффектов, идут они с новыми элементами управления для более точной настройки. Еще улучшили дизайн некоторых инструментов, обновили интерфейс, добавили поддержку OpenColor IO2. Появилась возможность переключаться на раскладку клавиш, как в Blender, Maya или Houdini. Тут по вкусу. Добавили быструю функцию отключения нод путем их встряхивания по экрану. И также в этом выпуске повысили производительность. Время загрузки проектов сократилось примерно на 25-30%. Все остальные подробности по ссылочке в описании, их там очень много. И поскольку эта бета, не рекомендуется использовать ее в производстве масштабных проектов. Программа может крашиться. И вот если компьютер не выдерживает нагрузку, присмотрись к IT-сервисам от Selectel. Это ведущий российский провайдер облаков и IT-инфраструктуры. У компании более 20 тысяч активных клиентов, среди которых более 200 студий игровой разработки. Selectel предлагает комплексные решения для проектов из игровой индустрии. Работа с графикой и анимацией, хранение тяжелого контента и прочее. Для игровой разработки предлагают удобные серверы с мощными видеокартами от Nvidia. Услуги Selectel подойдут даже начинающим игростроителям. Так как небольшие проекты смогут подобрать оптимальные решения по мощности и бюджету благодаря гибким настройкам и оплате по факту потребления. Получить бесплатную консультацию можно по ссылке в описании. Специалисты Selectel подскажут какую инфраструктуру подобрать для проекта, но и начислят бонусы для тестирования сервисов. Недавно состоялась презентация девятнадцатой версии Houdini. Релиз вышел в рамках международной конференции The View Conference, о которой мы говорили еще в прошлом выпуске. На разрабов Houdini было выделено аж три дня. В первый день они всего лишь объявили о запуске, а в последующие дни провели небольшие уроки по новому функционалу. Еще перед выставкой они представили тизеры, и наверное только Houdini могут себе позволить выпустить краткий обзор новых фич аж на 11 минут. Houdini точно не перестает и никогда не перестанет удивлять. Я надеюсь на это. В новой сборке прошлись практически по всем направлениям. Это вам не пончики в блендер. В этот раз разработчики выполнили многие запросы пользователей. Например, много чего допилили в части рига и персонажки. В системе KNIFE FX фреймворк идет с упором на данные движения и физику. Появилось уменьшение количества кейфреймов у макапа, и причем без сильной потери качества. Включили поддержку макап-программ, таких как XSense и FaceVar. Улучшили элементы управления запеканием анимации в Rig Pose. И теперь можно напрямую импортировать персонажей в Solaris. В родном рендер-движке Houdini улучшили качество и производительность конечного изображения. Включили поддержку карт глубины резкости и оптимизировали использование памяти. Помимо этого полностью переработали набор инструментов для грумминг. Добавили много новых интерактивных кистей и ускорили моделирование волос Guide Groom аж до 100 раз. Улучшена единая система моделирования мышц, тканей и кожи. В Pyro Solver больше эффектов за счет новых пресетов. И теперь есть возможность отслеживать горячие объекты в реальном времени. Причем при определенных условиях, при определенных настройках, можно в реальном времени достигнуть кинематографического качества. А вот в моделировании переработали кривую без Е, добавив манипуляторы для интерактивного редактирования. Ииии еще больше фич по ссылочке в описании, у нас выпуска не хватит на все нововведения. А, да, еще хотим поделиться крутым дополнением для Houdini от нашего подписчика. Это у нас генератор процедурных высотных зданий. Он полностью бесплатен. Позволяет создавать городские здания из базовых плоскостей. Результат можно полностью контролировать. Можно настраивать каждый элемент дома, то есть окна, рамы, балконы, толщины стен, полов, количество этажей, рандомность и т.п. В последние сборки улучшены алгоритмы операции, что дало большую интуитивность при работе. Также появилась генерация проводов. Ну и на ближайшее время у разработчика очень много планов, так как в дальнейшем ожидается генератор целого города за пару кликов. Ссылочку на скачивание оставили в описании. А теперь готовы к самой раздирающей новости. Все, кто удалил блендер, устанавливайте заново. Apple присоединился к фонду развития в качестве патрона. Это естественно категория спонсоров с наибольшим вкладом. На данный момент среди крупных членов фонда числятся Nvidia, AMD, Amazon, Facebook, Unity и Epic Games. Суммы внесений естественно не разглашаются. И яблоки помимо взноса предоставят дополнительные ресурсы для штаб-квартиры Блендера и сообщества разработчиков. Интересно к чему все это приведет. Самое банальное, это улучшили поддержку металл, что уже произошло с рендером Cycles. К нему выкатили новый патч. Вы наверное можете накидать бесконечный список предложений. Поэтому обязательно делитесь своими мыслями. Мне больше всего зашел вариант с 3D пакетом для iPad. И главное не переживайте, компанию выкупить точно не смогут. Даже такие корпорации как Apple. У Блендера есть некоторые особенности в лицензировании, так что не беспокойтесь. И еще после этого события мы лишний раз убедились в том, как на сообщество влияет не сама новость про развитие софта, а по большей части кто за этим стоит. Так что больше кипиша по Блендеру. Делимся с вами бесплатным аддоном для управления камерой в Блендер. За счет съемки в реалтайм режиме она позволяет добавить реализма в проект. И не надо будет вручную самому настраивать все движения. Дополнение совместимо с Блендер 2.91 и новее. Скачать можно на гитхаб, ссылочка в описании. Substance Painter получил обновление. Добавили новый инструмент 3D Warp, с помощью которого можно деформировать любой материал прямо на мэше. Пригодится при сопоставлении скана текстуры с моделью или наложение какого-нибудь шрама, татуировки, наклейки и прочего. Ну то есть очень удобно. Все работает на ползунках. Там потянул, тут растянул и готово. Все контроллеры автоматически прикрепляются к поверхности. И помимо этого внедрили режим цилиндрического проецирования текстуры. Подойдет для оберток. Также улучшили палитру цветов, теперь можно сохранять свои собственные образцы. Все подробности и примечания по ссылочке в описании. Эпики в своем блоге выпустили длиннющий и полезный обзор инструментов моделирования в Unreal Engine 5. Если вы экспериментировали с проектом Valley of the Engine, то уже наверняка видели вот такой новый значок на панельке. В статье как раз и разбираются основные концепции моделирования при помощи нового функционала. Отметим только, что это полезная фича, но пока что весьма нестабильная и часто крашится. Сам инструментарий удобен для быстрой развертки. Конечно, не оптимален, но для архивиза подойдет. Помимо этого, помогает быстро накинуть дисплейсмент мап, а в пятом Unreal это особенно ценно, так как наниты захватят мир. И главное помни, если хочешь поменять модель, то лучше сначала ее скопировать, а то отматывать это все очень саппарно. А еще Epic Games представили победителей Epic Mega Jam 21 года. Всего было подано 504 заявки и более 3000 участников. Покажем трех финалистов. Первое место ушло команде Boty Boy. Они разработали игру, но уж сильно прям напоминающую Astros Playroom на PlayStation 5, которая ознакомилась с возможностями DualSense. Точно так же собираешь всякие системные штуки. Ее плюс, там вроде как можно играть с друзьями. Второе место Seekers Micro Wasp. Здесь творится что-то непонятное. Необходимо правильно организовать файлы на жестком диске. А еще не попасться к кораблю матки. У меня все. Переходим к третьему финалисту. The Roadway Home Flying Beer. Тут уже что-то позагадочнее и как-то интереснее по самой задумке. Необходимо будет играть за крыску и ее детеныша, которому не хватает места в доме. А все из-за того, что хозяин из-за своей болезни пытается сохранить все воспоминания. Переходи по ссылке в описании, там вся информация по остальным участникам и источники для скачивания игр. Один из подписчиков скинул крутую нейронку, которая по фотографиям воссоздает 3D сцену. На входе система должна получить множество фотографий со всех ракурсов. Можно сказать, эдакая фотограмметрия на минималках. На выходе получаешь синтезированное пространство, которое можно покрутить. Система оптимизирует положение камеры, освещение, баланс белого и прочее. Ссылка на доклад в описании, потестить пока нельзя, код не опубликовали. Кто тут просил за риганных персов? Ловите в описании ссылочку на сайт с коллекцией ассетов для майки и парочкой для блендер. Для скачивания необходимо будет пройти регистрацию. Спасибо, друзья, за просмотр. Ставьте лайк, обязательно ставьте лайк, активизируйтесь, пожалуйста, на наше видео. Это очень сильно помогает продвижению нашему каналу. Абсолютно не важно будет лайк это или дизлайк, это в любом случае активность. Ребят, делать продвинутые ролики достаточно сложно, точнее даже просто геморно. Поэтому если есть возможность репостнуть видео к себе в социальные сети, это было бы очень круто. Скоро мы подойдем к розыгрышам программы и новому сайту с очень классными возможностями. Не забывайте закидывать свои работы к нам в телегу под постом, где это можно делать, чтобы появиться в той рубрике, которую вы сейчас видите. Ну и да, на этом все, не прощаюсь. До новых встреч!